так доброе утро четверг у нас выезжаем с паркинга хорошо подсказал мне шеф свое время встал на паркинг вот такой вот посыпал песочком если есть у меня он был тогда спокойно как бы стартуешь конечно труп отдела нашу хочу выехать видите машина это еду а то не блин в своей жизни живут я своей у меня этот как погрузка вот здесь 600 метров не знаю надо будет цепляться не надо будет цепляться как говорил этот самый извините были блин извините за вклад у нас тут нельзя останавливаться потому что нельзя этот самый как и паша бываешь а варить и пошел что учились налево надо заворачиваться где-то здесь дорога без покрытия вот посыпано этого не швеция блин то швеции там я ничего не посыпал здесь хоть чуть-чуть посыпано что добра так сколько 360 метров я надеюсь я туда еду не получилось потом буду выбираться сейчас где-то вот здесь слева вот это с левой стороны мое место где заезд написано 7 утра где заезд написано 7 утра куда мне тут заезжать здесь наверно заезжай будет где-то здесь сразу будем заезжать Данган ну мне надо Данган мне надо Данган мне надо Данган я так думаю что станем пока здесь пойдем искать нашел я здесь человечка вернем только приехал да это здесь да это здесь с последней двери форт клифф но не этот груз который справа будет груз который здесь вот с этих дверей надо остановиться чтобы местечко оставить для людей мало кто будет выезжать пойдем открывать двери так сейчас запишем только время прибытия на обед Северно Клок Северно Клок да он еще этот праздник был я даже не знал один семь двадцать семь девять пять на месте тут сам надо писать что-то километраж бумаг будет сдавать не так много как мало как мало 5 4 5 4 3 8 4 5 8 5 7 2 как это не с называлась the 4 us our house 1 Вещали тысячу положить, да, по-моему, 11 полетов? 11 полетов нет, 2090, ладно, хоть это хорошо. Что, грузик будет в машине. Ну что, быстренько загрузились, поедем 24 километра. Да, туда вправо, ладно, погнали. Погнали понемножку, главное не буксовать. Так, что тут у нас, маленькая дорожка, надо было до нее уезжать сейчас, будем больше влево. Столбов нет вроде, и встречных нет. Через 200 метров поверните направо, потом на кольцевой развязке используйте первый выезд. Ну, чувствуется, что ухаживают за дорогами реально. Все-таки Финляндии с этим как-то больше. В Швеции по факту там они, блин, застрянет, начинается решение проблем, так скажем. Так, чтобы никто не мешал сейчас и не тормозил с левой стороны. Поверните направо, потом на кольцевой развязке используйте первый выезд. Вчера смотрел видос, как чудак со стажером ушел на обочину, уступал дорогу. Блин, конечно, это уступать дорогу, тут надо... Причем видно, что ушел весь, так скажем. Используйте первый выезд. Давай, давай, давай. Нет, я первый, ребята. Вы после меня. Продолжайте ехать по дороге 19 километров. С всеми колесами ушел, и машина, и прицеп. Жалко, конечно, я себя вспоминаю. Вот здесь осталось с левой стороны. Но когда дождь, мягкая земля, зачем уходить колесами, еще груженой на обочину? Пускай легковая уходит на обочину, ей легче. Почему ты должен его так пропускать, уходить на обочину? Думаю, что это неправильно все-таки. Я бы так не сделал. Я бы посмотрел, я бы пошел по краю асфальта и снизил бы скорость и остановился. на обочину. Но на обочину ты-то тьфу. У меня бывало, что я выступал дорогу, но это было на грани, так скажем. Ну, на обочину, на землю, там где поле. Нет, так лучше не делать, ну и нафиг. Но лучше учиться на чужих ошибках, конечно, чем на своих. Умничать можно все, что угодно. Среди нас много умников. И диванных, и за рулем. Но в первую очередь надо проявлять человечность, сочувствие, так скажем. Вот, что еще. Да, у меня бывали такие случаи, но все-таки я тогда останавливался и решал проблему на месте с разъездом, а не там чисто всеми колесами и машина, и трейлер. Да. Ну ладно, что, значит, 23 километра, друзья, мы гоним. Как бы самому на обочину не уйти, да. Скажите, умничать здесь. Ну, тоже паркинг-плейс. Все нормально сделал, страну открыл. Все, теперь едем. Надо мне за сегодняшний день, ребята, сделать кучу загрузок. Не помню, там 5 загрузок в 5 местах, так скажем. И при этом успеть в Нанторе заехать. Чтобы завтра, наверное, будут меня выгружать, я так понимаю, на базе. Потому что такой еролаз. Продолжайте ехать по дороге 18 километров. Причем они в разных местах очень там разбросаны. Поэтому посоветовался с коллегами, написал. Наверное, говорит, на базе будут перезагружать. Ну, в смысле, выгрузят, наверное, этот груз пойдет дальше. Потому что, напомню, я еду домой. Как это сказать? Разошлись во мнениях. Буду покидать Ахалу на какое-то время. Как минимум. Если возвращаться сюда на... Не, на длинномере можно работать. Но я говорю, что надо ознакомиться с дорогами. Хотя бы поработать с весны. Хотя бы с лета. Как-то пару месяцев. Когда нормальные дороги еще не занесены снегом. И ты уже знаешь примерный вариант. Потому что, придя на новую работу, человек, любой человек получает изначальный стресс. Пусть как он там не хорохорится. Как он не хорохорится. Но ему нужно привыкнуть. Первое. Работа с диспетчерами. Второе. Организация вся полная. Документация. Топливо. Все дела. Третье. С машиной познакомиться. Тем более с такой. Потом дороги, процесс погрузки-выгрузки. Да. Все эти дела. Конечно, если человек тут работал уже на длинномерах. Ему уже легче. Хоть какой-то. Вот так скажем. У меня тоже есть то, что я могу отсекать. Ну, например. Там. ЦМРки. Это вообще не проблема. То, что здесь как бы пришло указание писать в ЦМРках. Номер машины, номер прицепа. Так это норма вообще. На любых ЦМРках пишут. Вот здесь, получается, кто-то попал на какой-то штраф в Швеции. Странно. Почему до этого не было такого? Ой. Ой. Спасибо. Я ЦМРку заполняю просто. Я заполняю. Если даже сам заполняю, значит, адрес погрузки, адрес выгрузки. Что там еще. Референт. Внизу. Ну, заполняю. В основной части количество палет. Вес. Ну, палет, колосов. Вес груза. С правой части. Ну, я не буду говорить там графы. Там шестнадцатая, первая, вторая, двадцать третья. Пишу компания перевозчика. Потом, если не участвовал в выгрузке, я так и пишу всегда в ЦМРке. Не участвовал в выгрузке. В погрузке, вернее. Да. Или так. Я пишу так. Грузили без меня. Loading without me. И все просто. То есть, снимайте ответственность за целостность палет и груза. Пишу. Время. Начало. Время прибытия. Там есть графы в некоторых цементках. Если нет, только пишу. Приехал во столько-то. Грузить начали во столько-то. Либо выгружать. Закончили во столько-то. Выехал во столько-то. У меня, как правило, и я всегда. Не надо это писать, не надо это писать. Это когда я сам лично заполняю ЦМРку. Но даже когда мне давали ЦМРку, здесь вот, например, не надо это писать. Но, потому что здесь я в другом месте пишу. В бумагах это дело. Поскольку я приехал, поскольку я уехал. Вот. И внизу пишу номер машины, номер прицепа, дату, подпись. Это нормальная практика. Но здесь, я так заметил, очень много такого мнения. А это Швеция, а это Финляндия, а здесь не проверят, а здесь то. Но, сами понимаете, как я говорю, палка стреляет раз в жизни. Ну, проверили и чудака, блин. Ну, и штрафовали. Что не было записано номера машины и номера прицепа. А сейчас они ввели правила записаны. Но это по умолчанию должно вписываться. Я не знаю. Так что такие дела. То есть, с ЦМРками вообще никаких проблем. Нет. В связи с диспетчерами, ну да, все телефоны надо знать. Как у меня было. А что ты мне звонишь? Шеф говорит. Я говорю, слушай, а кому звонить? К диспетчеру. Я говорю, серьезно? 112? Или, может быть, 001, 002? Ты мне телефоны дал, мне кто-то дал телефоны. Нет, конечно. Я говорю, так что-то удивляешься, что я тебе звоню. Начал мне присылать. Начал один телефон, второй, третий. То есть, сама организация. Надо к нему привыкать. С этими сами заправками. Есть карта заправок в Швеции, Финляндии. Типа, блин, такая ссылка. Но, ребята, те, кто пользуется этими ссылками, у вас она вообще как работает? Нормально? Я, по-моему, тормознуть сайта не видел в своей жизни. Это просто жесть. На ходу, например, так вот, ты понял, что тебе надо топливо, блин, это... Ты будешь ждать, ковыряться, блин. И нормального фильтра нету, ты даже не знаешь, ты так догадываешься. Будет там, не будет, там для грузовиков заезд. Сейчас там что-то появилось, какая-то машина грузовая нарисована. А так тогда было фильтра вставлять, которые... Которые, блин, ты поставил фильтры, они не включаются. Ну, ладно, это, блин, не вина компании. Это владельцы ST1 Shell. Какую-то ерунду там поставили. Лучше, блин, самому сделать карту. На гугле отметить все эти места Shell за правду. Чем я и занимался это все время. Ну, по ходу, правда, не было такого времени. Да и желания особого, чтобы сесть и все эти ввести на карту. Потом организация погрузок-выгрузок на базе. Организация помывки-заправки. Два раза в неделю. А как два раза в неделю, в месяц минимум. Если ты, блин... Я за это время был, блин, на базе два раза. Два раза я был на базе, на этой машине. Один раз я ее чинил. А мойка, которую пользуюсь, она... Она в воскресенье, блин, не работала. В субботу, блин, до четырех часов. Поехал на мойку, которая на Ахале, блин, она закрыта. И второй раз я приехал из сервиса. Приезжая на мойку, они уже говорят, все, мы закрываемся. На Ахале на самой на базе, мойка закрыта. Ну и как я могу помыть машину? Раз в два месяца или раз в месяц проверять колеса. Когда ты проверять колеса будешь? Когда он не работает... Ну, трейлеры колеса имеется в виду. Потом раз в месяц смазывать. Когда это делать? Я сказал сразу, что я на ауте дальше, чем мойка и заправка не езжу. Значит, организовывать надо так в день, чтобы, блин, моя двадцать четверка, я мог поехать на этот сервис в субботу, а не во время сорока пятки. Если у меня сорока пятка, значит, у тебя есть водитель, который двадцать четверка, и ты можешь ему дать указание, потому что у него двадцать четверка. Все просто. Вы хотите, я коллега имею в виду, хотите ездить на ауте, ездите сколько угодно. Решать ехать на ауте или не ехать, это решать вам. Ну, как и мне, как и любому водителю. Есть ситуации, когда ты принимаешь решение, но ты их принимаешь, но свой страх и риск. И говорить, что там в случае чего я плачу, это, конечно, хорошо. Не дай Бог, что-то случится, блин, нехорошее. Поэтому думать вам. Я даже об этом видео снял и переводил примеры, поэтому больше не хочу возвращаться. У меня свое мнение, и оно правильное, не считай, в этом отношении. Это не шутки. 25 километров, блин, по трассе на ауте. Что еще? Ну и машина, дороги и подъезды грамм. Для меня все это было новым, для меня это было все огромным стрессом. У меня не 15 лет, не 20 лет. А так, честно говоря, хотел бы работать здесь. Нравится работать. Но, видно, не судьба. А там как бы советуют мне коллегам. Да, тебе, наверное, лучше ехать в Европу на полуприцепах. Слушай, давай так. Ты решай за себя, куда тебе лучше ехать, как там тебе лучше ехать. Свою судьбу устроить буду я. Я давно уже устроил, независимо от мнения окружающих. Мне это... Я уже давно в своей жизни доказал, что я могу. Что я могу, как я могу. Поэтому такие советы мне не нужны. Полуприцеп в Норвегии было бы намного трудно. Крутые подъемные. Блин. Везде трудно. Везде хорошо, где нас нет. И везде трудно, где мы есть. Это нормальная практика, нормальное мнение. Начинать всегда трудно, везде. И, соответственно, конечно, Норвегия, блин, она разная. Есть низкая, есть высокая, средняя. Ну и плюс норвежские машины, блин, должны быть обеспечены всем необходимым для того, чтобы ползти на подъеме. Если у тебя машина и цепи на кнопочки нажимаются, это одно. Если ты ставишь цепи вручную, это другое. Что в этом страшного нет? Вот. Как-то так. А хорохорица там решает, подсказывает, тебе лучше. Ну, блин, ты... Надо думать, как тебе лучше. Как каждому лучше, а не как лучше другому твоему коллеге. Ты знаешь причину и почему. Хотел здесь попробовать, хотел там попробовать. Так, наверное, блин, все-таки надо проявлять уважение, но не думать и не решать за другого человека. Ладно, на этом все. В этой части 7 километров, друзья мои. Едем дальше. Компания Лени Пера какая-то. Ну, 2 километра осталось. Там будет что-то... Два этих самых Койлса, по-моему. 550. Надо ставить опять в машину. Блин, такой разброс, я вообще не въезжаю. Но что-то будет там в трейлер. Где-то будет еще в одном месте, по-моему, тысячи. Две тысячи-тысячи. Вообще груза будет общая, по-моему, где-то в районе восьми тонн только. машина легкая будет 750 километров, куда мне тут, прямо с дороги что ли с левой стороны, где она там находится, как туда по гуглу даже не видно, блин, может чуть-чуть все-таки слева, мы будем искать уже вот таким же образом буду заезжать, 250 метров, вот там что за деревьями куда-то там есть заездик 80 метров через 200 метров поверните налево где-то там заезд хоть указано, блин, так что ехать куда не надо буду искать заездик с левой стороны здесь что ли? да, я думаю, что здесь подальше подальше куда? поверните налево, потом поверните налево через 200 метров поверните налево в том числе надо сейчас будет сбросить в том числе 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 это вот он! это окей! да тебе ему выезжать надо, я понял что надо выезжать а мне надо заезжать Все, приехали Пишем время приезда Такой бланк, на нем и пишется Время приезда Сколько? Очки гнутся, скоро сломаются 8,25 Ну что, погнали на следующую погрузку Здесь загрузились, развернулись 7 километров Ой Какую зону? 4,20 Каким образом мне по-другому там попасть? 4,20 высота, где 4,20 высота? Здесь нету 4,20 высоты Поехали Не будем ждать Нам это не надо Так 30 Надо что-то туда, что-то сюда Не хочу я загружать там, блин Прицеп Это воздух здесь Или все-таки туда загрузить 3750 Ничего страшного не будет, я думаю Поверните Поверните Направо Потом поверните Быстро Налево Там потом пойдут какие-то коробочки маленькие Через 100 метров Поверните Быстро Налево Попробуем повернуть Налево Повернули быстро налево Повернули быстро налево 7 километров Поехать 7 километров И никто не знает как работает со всей этой фигней нагрузками-перегрузками два политика загрузили сейчас будет 30 какие-то там коэлсы посмотрим 30 да надо наверное их будет в трейлер засунуть у меня сейчас получается здесь 2600 будет ли 300 нормальные так здесь 50 километров что ли скорость а уже жарковато мне становится куртку не снял потому что блин буквально вот уже 6 километров остается уже там меняют задания смотрю на нантали нантали не все конечно будут выгружать но что-то будут выгружать на антали через 200 метров поверните налево повернем налево а потом направо поверните налево да сутофор нам даст повернем узрейс повернем Продолжение следует... Продолжение следует... Все приходит с опытом. К сожалению, иногда бывает достаточно поздно. Но я говорю, я не огорчаюсь. Есть уже предложение, не одно. Так что все в порядке. Ждут меня в Риге, великие дела. Сгоняю в рейсик. Через 200 метров. Главное поверните направо. Чтобы было все хорошо. По денышкам и можно ехать в деревню. Будем Новый Год встречать в деревне. Я не понял, как-то... А, что там-то дорога такая странная. В общем-то, когда меня на эти поймут. Через 200 метров на кольцевой развязке используйте четвертый выезд. А, ну да, все правильно. Не перестраиваться по ледишкам. Ледишкам. Ангелу. Ангелу, по-моему, называется компания. Используйте четвертый выезд. Да, мы уже научены опытом. Мы не будем становиться пропускать. Я всегда пропускал тех, кто еще не заехал на круг. Теперь нет. На этой машине в это время пропускать так делать не надо. Себе дороже. Коль, он выезжал, блин, заправку и так же пропустил. А потом меня коллега не пропустила. Через 200 битров держите с правой стороны. У меня бутылка набралось. Пипец. Главное, в АПЦ-шке, блин, сдаешь старого, а она не принимает лидовский бутылки. Нет, она принимает, но деньги тебе не дает. Такая, блин. Держитесь с правой стороны. А, нет. Магазин, лидовский бутылки, у вас это магазин. Я, блин, честно, хорошо, чтобы девчонки чистили. Я говорю, а что не принимает, я не понял. Он говорит, ну, потому что лидов. Какая разница, лидов-то все бутылки принимает. Я говорю, ну, ладно, давайте обратно, блин. Ха-ха-ха. А я говорю, что, брат, я говорю, ну, забрали у меня бутылку, вон, блин, денег не дали. Я уже один раз так сдал, блин, бутылок на 5 евро, что мне, блин, ушли они. Тоже было... Не, не на 5, вру, блин, что-то на 5. 5 бутылок, а не по 40 центов, знаете. Но когда гамбургер стоит, там, 85. И они так ушли, знаешь, и ноль мне выдал. Офигеть. Тут надо внимательно, кстати, смотреть в Финляндии. Тут есть магазины, в которых не принимают 2-литровые. Только полтора максимум, которые принимают. Это очень так надо реально смотреть. На наклеечек, в том числе, плавно поверните на право. Но зато не принимает остальной мусор. Чтоб не выбрасывать пластик, мусор. При нем я даже латвийский бутылки сдал. Хопа, они, блин, приняли. Ну, ты понимаешь, что тебе деньги-то не вернут, эти депозиты. И, ну, просто сдал, ушли на экологию. Так, 600 метров нам вправо выйти. Надо будет потом наверх подняться. И будем искать это Ахилл. Что-то странно там стоять. Через 400 метров плавно поверните направо. Плавно направо, потом круто налево. Плавно поверните направо. Чун-чун-чун. Так, две погрузки из пяти. Через 300 метров поверните налево. Остальное все будет трейлер. В Аллахте там будут всякие коробки какие-то маленькие. Можно, конечно, здесь располовинить, но неудобно будет потом. Разница-то не большая. Все-таки, мы договорили, до 8 тонн можно в трейлере. Поверните налево. Но зимой лучше, конечно, нагружать грузовик. Попадешь, как, почему так загрузил. Никого нет, никого нет. Отлично. Отдают загрузки там. Да, мы сразу раз. Ой, перезал. Блин, фу, 4.40. Я уж испугался. Было бы 4.20, а сейчас бы, блин, тут начал бы куролесить по горам. Я думаю, 4.40, значит, запас есть. Обычно 10-20 сантиметров запас. Ну, 20 я, наверное, собрал, друзья мои, вам. Ну, десяточка есть. Хватит сюда вниз надо. Через 200 метров поверните налево, потом поверните налево. Ант-старк. Поверните налево, потом поверните налево. Поворачиваем налево. Через 200 метров поверните налево. По-моему, какая-то другая будет. Еще посмотрим опять. Ант-старк. Не ант-старк. Не ант-старк. Не ант-старк. О, нет. Где ант-старк. Поверните налево. Редактор субтитров. Ясно. 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 400 метров Поехали, посмотрим Вроде накатана колея До конца тоже, конечно, ехать Буду выезжать задом Фиксус какой-то Через 200 метров поверните налево Сауна Тало Блин, здесь заедешь и не развернешься даже Вот здесь можно, да, развернуться Наверное, как думал Вот этот слева, что ли? Поверните налево Пойдем узнавать Ну, там за мной машина нормальная, как обычная Не, ну это тут не Швеция Здесь стал И поехал Ладно, пошли, сходим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...